Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я сегодня специально хочу обратиться к вам в связи с тем, что в нашем университете появился новый, на мой взгляд, важный инструмент, который помогает развитию университета. Этот инструмент во многих университетах мира позволяет повышать бюджет университета иногда даже больше, чем государственная поддержка. Вот в нашем университете нужно сказать, что исторически еще в 1897 году, в момент организации нашего университета, уже был специальный фонд, который позволил тогда построить здание, организовать учебный процесс, наладить проживание слушальниц, студенток нашего университета. И тогда многие люди отметились жертвованием в фонд развития университета. Это был и Сергей Петрович Боткин, и банкиры Сибиряковы, и семья Нобелей. На эти средства были построены ряд корпусов, создавались учебные фонды. Нужно сказать, что тогда это было такое общероссийское демократическое движение, связанное с тем, что нужно было организовать высшее учебное заведение для высшего женского медицинского образования, чего на тот момент еще в России не было. Поэтому, конечно, вот эта вот традиция на общенародные дела жертвовать деньги и добиваться того, чтобы это было реализовано, она в России существовала всегда. Нужно сказать, что в 1997 году в нашем университете тоже был организован фонд, он назвался юбилейный, это было приурочено к столетию нашего университета. И тогда тоже появился инструмент, который и сейчас собирает ежегодно десятки миллионов рублей, которые идут на улучшение материально-технической базы, на развитие различных сфер в университете. И мы очень благодарны всем тем, кто жертвует деньги в этот фонд. Но сейчас я хочу к вам обратиться в связи с тем, что в университете появился новый инструмент, новый фонд, так называемый эндаумент фонд, который распространен именно для университетов и который отличается тем, что средства, положенные в этот эндаумент фонд, не могут быть потрачены, а могут только увеличивать фонд. А средства можно тратить только проценты, которые возникают в связи с управлением основным фондовым капиталом и которые постепенно с увеличением суммы, накопленной в эндаумент фонды, тоже возрастают. Это фонд по типу фонда Нобеля, который, так сказать, организован для нобелевских премий. Он никогда не тратится, но он может использовать только проценты, которые возникают на управление этим фондом. И вот фонд эндаумент фонд в университете, в каждом университете, он постепенно увеличивается, он постепенно возрастает, он становится существенным и постепенно проценты, которые возникают на управление, на вклады денег этого фонда, возрастают, что появляется и становится серьезным инструментом для поддержания научных командировок, развития материально-технической базы, укрепления связей, проведения конгрессов и конференций, проведения ювелирных мероприятий. Короче говоря, это важнейший инструмент функционирования университета. Для того, чтобы этот фонд наполнялся, используются разные варианты. Чаще всего это пополняют выпускники университета, благодарные Альма-Матер за свое образование и то, что они имеют отношение к этому университету. Но, честно говоря, вот в большинстве эндаумент фондов самыми незначительными суммами постепенно наполняют этот фонд сами обучающиеся. То есть хорошей традицией становится, когда, заканчивая первый курс, студенты, переходя на второй, отмечают тем, что просто по 100 рублей сдадут в этот фонд. Заканчивая второй курс, по 200 рублей и так далее. Таким образом, для каждого человека это несущественная сумма. Но в целом это позволяет регулярно, систематически пополнять этот фонд. Я знаю всех, кто сейчас выполнил уже свой такой долг, значит, помощи университету и вложили и по 100 тысяч, по 50 тысяч, я имею в виду профессора, преподаватели. Ну, я хочу сказать, что в свое время Сергей Петрович Боткин вложил 50 тысяч рублей золотом в то, чтобы открылся этот университет. Поэтому я убежден, что этот инструмент станет важным инструментом для развития университета. И я всех призываю поддерживать свой университет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!